Официальная Рига ограничила свое воздушное пространство и аэропорты для авиаперевозчиков Беларуси. Латвийские самолеты не смогут пользоваться на прежнем уровне аэропортами соседнего государства. А в понедельник вечером в столице Латвии флаг белорусской оппозиции появился вместо государственного флага Беларуси на постаменте среди флагов стран-участниц хоккейного чемпионата. Тем же вечером участники саммита ЕС приняли единогласное решение закрыть небо Беларуси. Национальным перевозчикам рекомендовано не входить в воздушное пространство республики, а самолеты Белавия не смогут приземляться в аэропортах стран-сообщества. Евросоюз планирует ввести новые ограничительные меры как против экономических субъектов Беларуси, так и против физических лиц. Экс-кандидат президента Беларуси Светлана Тихановская эти шаги в отношении действующей белорусской власти приветствовала. Такое внимание со стороны демократических государств, свидетельствующее о растущей политической изоляции Лукашенко, помогает понять обществу в разных странах, что именно происходит в Беларуси. Это понимание приведет наверняка в итоге к переговорам, касающимся организации проведения новых выборов. К таким действиям со стороны ЕС и США привел перехват в воскресенье в воздушном пространстве Беларуси. Лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, на борту находились белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. Оба журналисты были задержаны в терминале аэровокзала и взяты под стражу. В провластных белорусских телеграм-каналах были распространены видео, на которых Протасевич и Сапега якобы признаются в вменяемом им экстремизме. Требования немедленного освобождения обоих инакомыслящих прозвучали из европейских столиц, из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО. «Мы должны довести до сведений белорусского диктатора. Это трансатлантическое послание. Я подчеркиваю, что США объединили усилия с Евросоюзом. Это наша общая цель и задача. Мы все рассматриваем происшедшее как крупный международный инцидент». Сегодня в Нью-Йорке по требованию Эстонии, Франции и Ирландии созывают срочное заседание Совета безопасности ООН. На нем при закрытых дверях будет рассмотрена ситуация с арестом Протасевича и Сапеги. Продолжение следует...